Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы продолжаем говорить о мультикамерном монтаже в DaVinci. Ссылка на предыдущие видео, точнее на весь плейлист по DaVinci в описании к этому видео. Итак, в предыдущем скринкасте мы добавили файлы в мультикамерный проект и синхронизировали их по звуку. Сейчас все происходящее со всех камер происходит в одно и то же время с точностью до кадра. Напомню, что мы сделали. Правая кнопка мыши на любом клипе, Create Multicam Clip, дальше правая кнопка на Multicam Clip, Create New Timeline, вот она, а в Multicam Clip открыть тайм-линию и сюда уже добавляем клип и синхронизируем. Сегодня работать мы будем здесь. И здесь вся эта наша какафония клипов из предыдущего скринкаста выглядит достаточно прилично. Как обычный трек и работают с ним здесь как с обычным треком, почти. Вы можете его подрезать, отрезать не нужно, можете рассинхронизировать со звуком или делать синхронно. В общем все, что делаете при обычном монтаже. Сюда можно добавлять другие клипы или аудио треки, не важно. Собственно сам мультикамерный монтаж это монтаж внутри этого клипа, то есть попеременная смена планов с разных камер и возможно смена звука. А для этого нам нужно просто кликнуть по треку и откроются два монитора. Если не откроются, нужно включить здесь отображение в два монитора. Таким образом в этом мониторе мы видим то, что будет у нас на выходе, а в этом видим все, что происходит на трех камерах. И отдельно у нас есть дорожка звука. Напомню, у нас там в исходнике три дорожки с видео и у каждой свой звук и одна отдельная аудио дорожка с рекордера. Звук я писал через петлички, петлички заводил в отдельный рекордер. Для того, чтобы приступить к монтажу, вот тут нужно выбрать мультикам. Это важно. Вот теперь, когда мы выбрали мультикам, мы имеем абсолютно синхронное видео. Видим все, что происходит на всех трех камерах и что происходит на выходе. Сейчас на выходе ничего не происходит. Сигнал только со одной камеры. Изменим ситуацию. Еще раз запустим видео и дадим меня в кадр. И теперь общий план. А теперь Яна Збегневича. И опять меня. И опять Яна Збегневича. И так далее. Что мы имеем? Мы имеем отмонтированный клип с попеременной сменой кадров. Вот в этом мониторе мы видим уже готовый результат. Не совсем удовлетворительный, потому что это до цветокоррекции. И на этом можно было бы собственно и закончить, поскольку все, кто монтировали с нескольких камер, понимают, насколько проще в реальном времени вот так вот щелкать мышкой, чем подрезать видео на трех треках. Но я все-таки еще каких-то нюансов коснусь. Во-первых, что касается самого монтажа. Вот эти склейки, это обычные склейки. Вы можете их двигать, подрезать кадр, переносить саму склейку, тем самым подравнивая монтаж. Обычно я сначала прохожу грязно, в реальном времени меняю планы, а потом уже подравниваю переходы на втором проходе. Даже на интервью склейка должна быть гармоничной. Также склейку можно удалить, продлив предыдущий план. Как я уже говорил, здесь вы можете удалять лишние куски. И еще одна достаточно важная штука, как взаимодействуют на монтаже видео и аудио. Вот тут есть три переключателя. Монтаж и аудио и видео. Только видео или только аудио. Что происходит сейчас? Напомню, что у нас есть чистый звук. Вот эта дорожка. И свой звук у каждого трека. Грязный звук. Сейчас при таком монтаже каждая смена плана меняет и аудио дорожку. Звук идет с того трека, который сейчас задействован. То есть не только грязный, но и все время разный. Ну то есть меняется с каждой сменой плана. Что можно сделать? Включить монтаж только по звуку. Выбрать эту дорожку. Все. Теперь звук у нас идет только с нее. Теперь включить монтаж только видео и дальше уже продолжать монтировать. Теперь независимо от смены картинки, аудио будет идти только с одной дорожки. Что еще? Кроме монтажа в реальном времени, как вы уже, я думаю, поняли, то же самое можно делать и на стопе. И еще. И если вы где-то промахнулись или, например, какой-то план вам не нравится, вы всегда можете вернуться к нему и изменить. Вот мне, например, не нравится этот план. Хочу вставить себя. Я просто зажимаю Alt и нажимаю левую кнопку мыши на том плане, который хочу вставить. И все. Все прекрасно меняется. Alt, левая кнопка мыши. Ну и последнее. Кроме смены планов мышью, вы можете менять их с клавиатуры, почувствовав себя настоящим режиссером прямого эфира. Это кнопки 1, 2, 3, соответственно. Ну или больше, если у вас больше треков. Включайте воспроизведение и как пианист бьете по клавишам. Это обычно вызывает особое восхищение у всех, кто впервые сталкивается с мультикамерным монтажом. Но потом люди обычно возвращаются к мыши. Сами поймете почему, когда помонтируете. А помонтировать мультикам я бы вам очень советовал. Я много монтировал разных интервью и концертов и делал все всегда по старинке. Но когда разобрался с мультикамерным монтажом, понял, что это просто 90 процентная экономия времени. Все любите друг друга, учитесь монтировать более лучше. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.